Какое удобрение лучше, чем монокалийфосфат? Если вы на своем растении, в данном случае показываю вам свою пиларгонию, заметили дефицит фосфора и калия, сейчас мы разберем детально какие же это признаки, не обязательно бежать в магазин и покупать такое удобрение, как монокалийфосфат. Я уверен, что у большинства садоводов и огородников есть дома очень хороший арсенал удобрений, которые вы можете сочетать. Итак, приступим по порядку. Данную пиларгонию я уже одну из первых занес в помещение, чтобы она зимовала. Постепенно привожу их в порядок и на данной пиларгонии видно, что масса бутонов, отсветших и вот которые еще завязываются, и во время цветения растение выносит очень большое количество фосфора и калия. И в первую очередь это калий. Признаком дефицита калия на примере данного растения является краевой ожог. Вот в данном случае мы видим такие листики, которые по краям начинают первое ожелтеть, и второе, они начинают сохнуть. Вот этот вот листик будет скоро сохнуть. Эти же признаки есть и на других листиках. Вот, например, на таком. Это типичный признак краевого ожога. Не от дефицита азота это происходит, так как растение все равно растет, и общая листва на нем зеленая. Желтеют именно краешки, что и является признаком выноса калия при цветении, при том, что пиларгония образовывала вот такие вот крупные бутоны. Признаком дефицита фосфора является покраснение листьев. Это первый признак. И второй признак – это мельчание молодых. Как четко видно на данном растении, молодые листики на пиларгонии в данном случае растут мелкие. Это касается и вот этой вот прикорневой поросли, и касается это и молодых листиков, которые также растут. Вот видно, что они более мелкие. Чем дальше, тем мельче. Конечно, эту же пиларгонию пора уже давно обрезать и черенковать. Но не торопитесь. В своих роликах я неоднократно вам рассказывал, что прежде чем черенковать растения, устраните дефициты и перекосы в питании. Какие черенки вы возьмете, больные, не получающие дополнительного питания, такое и укоренение, соответственно, вы получите. Так сначала обеспечите растение целиком, пока у него есть своя корневая система питанием. Черенки ваши напитаются, и вы получите очень хороший процент укоренения. Итак, приступаем ко второй части. Вопросы это, какие же удобрения лучше, чем монокалийфосфат. Монокалийфосфат продается с разными составами. И у меня вот есть хелатин фосфор плюс калий, вот в таком жидком виде. Вот немножко там над ней его осталось. И состав у него 30 на 20. То есть 30 фосфора и 20 калий. Это неплохо, особенно учитывая, что данное удобрение уже в хелатном виде, то есть усваивается оно очень-очень быстро. Но у меня есть лучшее решение, с которым я с вами и делюсь в этом ролике. Очень много у кого есть такие удобрения, как укоренители, как суперфосфат, двойной суперфосфат и так далее. В данном случае у меня это обычный укоренитель. Конечно, здесь нет никаких гормонов, ауксинов. Это по сути обычное удобрение. Также я вам это все рассказывал в ролике об укоренителях. Ставлю вам ссылки в описании. И читаем состав, что в данном удобрении есть. В данном удобрении фосфора 40%. По сравнению с тем хелатином фосфором плюс калием, здесь фосфора 40%. Даже если вы берете монокалийфосфат, в котором фосфора может быть и 52%. Однако в этом удобрении совершенно нет никаких микроэлементов и других, например, азот и калий. Здесь калия 13 и азота 13. Мало того, здесь есть железо, серо, медь и цинк. И такие элементы для подкормки вашего растения, они просто незаменимы. В монокалийфосфате их совершенно нет. Там фосфор и калий. Поэтому применение такого удобрения при первом поливе уже устранит данную проблему на вашем растении. Почему я затрону вопрос именно с фосфора? Потому что я при данной схеме подкормки буду применять удобрение вот именно первое фосфорное. Почему не калийное? Объясняю вам очень просто. Потому что все бутоны вот сегодня я буду удалять. Поэтому выносокалия у данного растения больше такого существенного не будет. Мало того, удобрения, которые содержат фосфор, они значительно усиливают корневую систему и листья будут расти крупнее. То есть при том, что я буду черенковать данное растение, однако не раньше, чем спустя две недели от сегодняшнего видео. То есть сегодня я полью фосфорным удобрением вместе с вами. Спустя неделю я поливаю вторым удобрением. Это удобрение для фиалок. Это может быть удобрение для цветущих растений. Но смотрите, чтобы в составе калия было не меньше 30%. Здесь же калия 38%. Сравнивая с монокалийфосфатом, где у меня его 30 на 20, может быть 50 на 30. Здесь калия 38%, то есть это значительно больше. Кроме того, здесь есть и азот, и фосфор, и магний, которые обожают пиларгонии. Отпадает необходимость вносить сульфат магния, так как сера и магний есть в этих удобрениях. Итого, схема подкормки данной пиларгонии выглядит так, и не нужно никакого вам монокалийфосфата. Первую неделю, первый раз вы проливаете удобрением фосфорным. И при следующем поливе, или спустя 7-10 дней, вы поливаете удобрением для фиалок или для цветущих растений. В итоге вы даете фосфор и калия в соотношении примерно 40 на 40. За 2 недели вы полностью устраняете этот дефицит питания. И вы специально монокалийфосфат не покупаете. А дополнительно обогащаете ваши растения и микроэлементами, и азотом, которого попросту нету в монокалийфосфате. Какие концентрации я использую? Вместе с вами сейчас мы приготовим раствор из такого фосфорного удобрения. Я буду делать 2 литра, так как буду поливать растения и остальные, которые у меня есть. Усиливать корневую систему. И для того, чтобы приготовить рабочий раствор, я взял 2 литра воды. И в этих 2 литрах воды я растворяю 2 грамма вот этого фосфорного удобрения. Напоминаю, что спустя неделю, 7-10 дней, или при следующем поливе, если температуры у вас высоки и грунт просыхает довольно быстро, то можно сделать это и раньше. Вода у меня слегка теплая, поэтому растворяется это удобрение очень быстро. Через 5 минут данное удобрение, в отличие от суперфосфата или двойного суперфосфата, концентрация, кстати, этого удобрения такая же, как у двойного суперфосфата, однако ждать длительно, пока это удобрение растворится, вам совершенно не нужно. Итак, прошло уже 5 минут, данное удобрение полностью растворено и сколько же необходимо и с какой периодичностью поливать данное растение. Общее правило полива, которое я вам показывал, рассказывал на своем канале, это полив 10% от объема грунта. То есть данный вазон у меня маленький, здесь максимум 0,5. Большой объем ей не нужен, все равно я ее буду после обрезки, ближе к февралю, пересаживать. Так как объем здесь 0,5, соответственно поливать я буду 50 мл. У меня есть такая емкость, на которой я могу отмерить любой требуемый мне объем. Я отмеряю 50 мл и этими 50 мл я поливаю данное растение. Напоминаю, что это фосфорное удобрение, поэтому дефицит по фосфору уже устранится, листья начнут расти наконец-то крупные. Спустя 7-10 дней я поливаю удобрением калийным, где калия 38. Выжидаю еще неделю, пока подействуют и фосфор, и калий. Растение без бутонов уже начнет чувствовать себя гораздо лучше. И спустя 2 недели я уже приступлю к черенкованию уже усиленного растения, которое будет очень хорошо укореняться. А по февралю, после обрезки, оно будет довольно пышное. Итак, друзья, применяйте данные методы, применяйте комбинации препаратов, которые лучше, чем многие традиционные. Не нужно совершенно идти и покупать, спешить, заказывать вот эти специализированные удобрения. У многих все необходимое есть под рукой. Просто читайте состав и применяйте эти знания и схемы, с которыми я с вами делюсь. Всего вам самого хорошего и лучшего. До новых скорых встреч. Всем пока.